Сегодня выходит новое видео и да, сегодня я буду ругаться, причем очень сильно. По названию картинки и по смыслу содержания картинки вы, наверное, плюс-минус догадались, о чем пойдет речь. И да, это проблема 21 века, это проблема последних, наверное, 5 годов даже, не 10, а именно 5, и она колоссальными темпами наращивает свою скорость именно в плане трагических происшествий по вине смартфона. Все правильно, сегодня пойдет речь об использовании смартфона за рулем. В некоторых случаях это не только смартфон, это планшет, телевизор, ноутбук, у кого-то даже компьютеры и так далее. Проблема заключается в том, что когда водители двигаются по дорогам, особенно когда, если водитель движется уже определенное количество времени, например, это дальнобойщики, водители автобусов, маршруток, просто водители, которые передвигаются на длинные расстояния, им становится скучно, и они начинают пользоваться смартфоном за рулем. Самое безобидное, что можно придумать, это разговор по телефону, и даже когда водитель держит смартфон возле уха и разговаривает без помощи Bluetooth гарнитуры, наушников и прочих вспомогательных устройств, он как бы сильно рискует, но он хотя бы сохраняет контроль за дорогой, потому что он, разговаривая по телефону, даже держа его в руках, смотрит все-таки на дорогу, и плюс-минус он ориентируется в движении и может среагировать на какие-либо внештатные ситуации. Хотя и то я могу сказать, что когда ученые ставили и проводили эксперимент касаемо еды за рулем, то есть когда водитель ехал и принимал пищу, то было доказано, что в случае нештатной ситуации водитель не бросал из рук тот же самый какой-нибудь круассан с кофе и не хватался за руль для того, чтобы стабилизировать ситуацию, а продолжал удерживать в руках свою еду и даже старался не разлить кофе. Это говорит о том, что если у говорящего по телефону человека, который держит его в руках возле уха, будет внештатная ситуация, то последнее, что придет в голову водитель, это бросить телефон. Он будет пытаться и телефон удержать, и машину на дороге удержать, к примеру, если он поймает зимой за нос. Но телефон он не выбросит из руки и, соответственно, скорее всего, это приведет к трагическим последствиям. Но, наверное, уже на протяжении последних пяти лет, даже, может, семи гаджеты семимильными шагами набирают популярность, они развиваются и, в частности, сейчас практически на всех дорогах работает стабильный интернет, что позволяет недобросовестным водителям смотреть кино за рулем. Да, это на самом деле правда и с каждым годом тенденция просмотра каких-либо видеороликов, фильмов, клипов и прочей лабуды, именно в движении она, тенденция увеличивается. И я могу вам точно сказать, что после почти годовалого перерыва, когда я вообще не садился за руль и не ездил по дорогам России, когда я после этого перерыва вышел и продолжил работать, особенно по Москве и по Московской области, да и вообще по всей России, я своими глазами увидел и могу точно сказать, что тенденция аварий и аварийности, именно в связи с использованием смартфона в различных целях, она увеличилась просто в колоссальных объемах, потому что сейчас, даже если вы не водитель и просто зайдете на тот же самый YouTube и посмотрите нарезки, связанные с ДТП, то вы увидите огромное количество ДТП, произошедших из-за невнимательности. А если углубиться и рассмотреть причину этой невнимательности, то, как правило, она будет стоять за смартфоном. Это уже официально доказано, это реальная проблема и пока что на данный момент, насколько я понимаю, решения этой проблемы нет. Да, кто-то скажет, что есть камеры, которые установлены во многих городах Российской Федерации, в том числе и в Москве, которые смотрят за тем, пользуется ли водитель смартфоном или нет. Но, как вы понимаете, можно прекрасно смотреть кино с того же планшета, который установлен на торпеде вашего автомобиля и не попасть ни под какие камеры. А, как вы знаете, у нас в Российской Федерации, да и во многих других странах, только метод кнута работает на дорогах. То есть, пока какие-либо жесточайшие санкции не применят, то водители будут продолжать делать по-своему. В данном направлении никаких статей, урегулирующих, к примеру, просмотр кино за рулем, пока еще не придумали. И, соответственно, никаких штрафов нет, а водители имеют такую распущенность. И, к примеру, дальнобойщикам скучно ехать по тысяче километров в день и слушать то же самое радио. Они уже шагнули на три шага вперед после радио. Они ставят тот же самый ноутбук и продолжают изо дня в день смотреть сериальчики. И как они думают, что их это не коснется. То есть, у меня вся концентрация у водителя на дороге, говорит водитель. Кино это так, чтобы чисто просто фоном что-то шло. Но могу вам сказать одно. Все думают так, что меня это не коснется, что я вообще сама внимательность. И никогда в жизни я не попаду в аварию из-за того, что я просматриваю кино во время движения. На самом деле это вообще не так. Это уже, не знаю, распространенная практика. Я со многими водителями общался, в частности в моей предпредыдущей компании есть один знакомый, с которым я регулярно созваниваюсь. И он как-то двигаясь по Ацкаду, тоже на планшете смотрел какой-то сериальчик. И в общем в последнюю секунду он увел машину от столкновения с стоящим каким-то объектом, насколько я помню, там самосвал или что-то стояло. И он мне потом позвонил и в шоке сказал, что это был последний раз, когда он смотрел кино за рулем. Потому что я, говорит, всю жизнь ездил, уже достаточно продолжительное время, смотрел киношки, сериальчики, развлекался. То есть мне не было скучно. И я в жизни, говорит, не думал, что я попаду в подобное. То есть в данном случае водителя просто, не знаю, послал случайность. Он говорит, что я вроде как никогда и не засматривался на смартфон, но так получилось, что я чудом не разбился. То есть там доли секунды отделяли его от аварии, я даже не успел посмотреть влево, в левое зеркало. Я просто наобум вывернул руль влево и тем самым спас себя от неминуемой гибели. Потому что на Ацкаде, как правило, фуры летают с приличной скоростью и столкновение с каким-либо препятствием. Означало одно, но практически во всех случаях гибель. Причем не только свою, а еще тех, кто там стоит. То же самое могу я вам сказать и на своем примере. Я на самом деле, да и те, кто меня знает, могут подтвердить, что хоть у меня и очень много различной аппаратуры на борту моего автомобиля, так скажем. То есть у меня есть и несколько смартфонов, есть и стационарный компьютер, есть и ноутбук. Но я практически никогда не увлекался просмотрами во время движения. Были некоторые поползновения с моей стороны. Но это был тот период, когда я двигался в сторону Мурманска, ездил туда-обратно. Там не было ни радио, не было ни связи, не было интернета. И я тогда скачивал какие-то сериальщики, которые уже в свое время смотрел, причем не единожды. И также себя убеждал, что кино идет просто фоном. И я как бы не отвлекаюсь от дороги практически вообще ни на 1% из 100. И в принципе на равномерность движения, на мою реакцию по отношению к каким-либо нештатным ситуациям просмотр кино не влиял и не влияет. Я тогда так думал, но наступил один прекрасный момент, когда я также из-за того, что я на какую-то долю отвлекся и посмотрел на экран. Я уже не помню что, но что-то я проморгал. И мне пришлось, скажем так, не совсем планово, а уже экстренно там останавливать машину или делать еще что-то с этим связанное. Я просто-напросто завязал, да. Был такой грешок, да, признаю. И почему я записываю этот ролик. После того случая я про кино вообще за рулем забыл. По поводу общения по телефону могу сразу сказать, что да, оно присутствует и по работе приходится общаться. И личная жизнь должна присутствовать, но опять же, кто меня прекрасно знает и кто со мной общается, знает, что у меня есть Bluetooth наушники AirPods и я общаюсь только с их помощью. Я могу часами разговаривать по телефону и в принципе оно не сказывается, вот эти разговоры по телефону, на мое вождение вообще никак. Сейчас, помимо всех, вот то, что я сейчас перечислил, есть огромная проблема именно Москвы. Все, что внутри МКАДа находится и сам МКАД. И эта проблема, это таксисты, которые движутся по своей работе там в том или ином направлении. И помимо того, что они везут самого себя и могут с кем-то столкнуться, они еще везут, как правило, от одного пассажира и больше. И сейчас проблема нынешних таксистов, это вот эти заказы, которые падают им в приложении на телефоне. И заказы не всегда падают хорошие. Таксист начинает за определенные там сколько-то секунд, которые даются на принятие заказа, он начинает лихорадочно смотреть конечную точку, соображать, стоит туда ехать или нет. Смотреть подача ближняя или дальняя. И вот именно в этот период времени у таксиста начинается разброс движения по МКАДу такой, что он может из третьей полосы перестроиться в первую. И заметить уже это только тогда, когда либо случается ДТП, либо ему начинает кто-то интенсивно сигналить. Я проработав по Москве и по Московской области на протяжении, наверное, 8 месяцев, могу сказать, что я боюсь ездить на такси, особенно в эконом-классе. Это типа Солярисов, там Киорио и прочих. Потому что там работают, как правило, граждане из ближнего зарубежья. И помимо того, что они не знают Москву, помимо того, что у них нет какой-либо грамотной манеры вождения, они еще умудряются постоянно зависать в телефоне и создавать столько аварийных ситуаций и таких масштабов, что это, не знаю, актуальная проблема. Не знаю, как с этим бороться, но как-то надо бороться, иначе дела не будет. Если посмотреть статистику, то огромное количество аварий на том же МКАДе происходит именно, когда один водитель догоняет, к примеру, другого, либо врезается в стоящий автомобиль. Это в том числе и проблема таксистов. Очень много смертельных ДТП, особенно в последнее время, когда таксист едет, автомобиль такси желтого цвета по Москве, и просто-напросто врезается в препятствия, в стоящий грузовик, в легковую машину, в паровозик из машин. И, как правило, данные аварии заканчиваются смертью. Это не секрет, это статистика, и если к ней обратиться, то можно посмотреть и увидеть, что тенденция аварии, когда один автомобиль врезается в стоящий другой, или в какое-то препятствие, оно сейчас, именно вот это количество ДТП увеличивается прямо пропорционально. Также у меня большие вопросы к водителям-дальнобойщикам, которые умудряются смотреть кино, разговаривать по телефону, еще кушать какой-нибудь творожок, типа растишки. Одновременно и двигаться по, не знаю, самой высокоскоростной магистрали, вроде М11, еще к тому же закинув левую ногу за руль туда на торпеду, и делать все это одновременно, меня просто-напросто такие водители, как минимум, выбешивают. Вот это мягко скажем, потому что это тип водителей, которые считают, что со мной никогда не произойдет ДТП из-за того, что я что-то делаю не так. То есть, если я еду, закинув ноги на торпеду, то это не влияет на скорость и прямолинейность движения моего автомобиля. Если я смотрю кино, то кино я смотрю такое, которое я уже когда-то смотрел, идет оно у меня, конечно же, фоном, и я никогда на него не отвлекаюсь, но почему-то, почему-то, то здесь, то там, в новостях, видишь и слышишь, и смотришь, как происходит зачастую смертельный ДТП. Вот на днях я, просто листая новости, наверное, на протяжении одной-двух недель, увидел ряд новостей. Первый из них это было, когда газелист сбил движущихся по обочине велосипедистов, подростков, и там несколько погибших детей. Следующее ДТП, когда столкнулись несколько грузовиков, и там, опять же, были смертельные случаи, несколько человек погибло, несколько пострадало. Там, в том числе, к примеру, из пяти погибших было двое детей, или трое, и двое взрослых. И когда я посмотрел плюс-минус, как все это произошло, то мне стало понятно, что один из водителей на что-то сильно отвлекся, и в связи с этим его автомобиль перестроился на встречную полосу, и произошло столкновение. Буквально на днях, опять же, я смотрел новость, увидел, что опять произошла авария, где там опять то ли пять, то ли шесть погибших. И опять я, полистав новости, и посмотрев приблизительно хотя бы первоначальные данные, которые говорят о том, как произошло ДТП, то, опять же, лобовое столкновение произошло из-за того, что один автомобиль, двигаясь куда-то по дороге, допустил смещение, к примеру, в левую сторону, и выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Я еще раз повторюсь, что официально всеми учеными и всеми доказано, что одной секунды хватает для того, чтобы, отвлекшись от дороги, потерять управление транспортного средства. Сейчас лето, то есть сейчас сухой асфальт, сейчас практически нет таких обстоятельств, когда бы автомобиль могло занести, но наступит зима, и одна секунда превратится в ноль секунд. Потому что там, на зимней дороге, даже когда ты едешь, вцепившись в руль, и максимально сконцентрированно двигаешься, и то зачастую происходят какие-либо ситуации, связанными с ДТП. А если смотреть то же самое кино или печатать смски за рулем, то ждите беды. Я помню, когда был такой блогер, сейчас он, по-моему, не ведет свой канал, он, я даже не знаю, что-то с рыжим, как-то рыжий альянс, он или как-то иначе называется канал. Там я помню момент, когда я вообще не смотрел его ролики, но решил после долгого перерыва глянуть, так скажем, чем он там занимается, и он в тот момент снимал ролик, ехал по МКАДу, у него там еще кино на планшете шло, и он сказал, что я там 10 лет за рулем езжу, и 10 лет я смотрю кино, и ни разу не было никаких претендентов. На самом деле я абсолютно верю этому человеку, то есть у него может быть было и так, но все говорят так до того момента, пока они не попадают в какое-либо трагическое происшествие. В данный момент практически никак не наказывается использование гаджетов за рулем, ну там единственное, что за разговор по телефону, когда телефон возле уха держишь, может прилететь штраф или может гаишник заметить, остановить. В данный момент, то есть еще раз акцентирую на этом внимание, никак законами не регулируется просмотр кино за рулем и использование гаджетов за рулем, и сейчас, в данный момент, безопасность вождения зависит напрямую полностью от того водителя, то есть от самого себя, когда ты за рулем едешь, вот именно от этого человека зависит все. То есть если сам себе позволишь расслабиться, там посмотреть ролик какой-то за рулем, если решишь там кому-то смс-очку отправить, то надо зарубить одно на носу, что помимо того, что не дай бог разложишься сам, разобьешь машину, в лучшем случае разобьешь себя, в худшем случае, ты подвергнешь еще опасности тех людей, которые двигаются по путном направлении, во встречном, те, кто идет по обочине, потому что сейчас, опять же, очень много ДТП, связанных с тем, что едет водитель и замечает уже препятствие, когда препятствие бьет ему по правой стороне капота. Сейчас зачастую в роли вот этих объектов, которые и в которые врезаются автомобили, это дорожные машины, на той же М11 очень много аварий, когда водители фур, да и не только фура, врезаются в те машины, которые наносят разметку, те машины, которые, те же аварийные комиссары выступают в роли заградительного щита, информируя о том, что впереди ДТП. Очень много сейчас ситуаций, когда сбивают пешеходов, велосипедистов, идущих по обочине, очень много сейчас ДТП, когда водители, отвлекшись, начинают сносить знаки, косить заборщики и прочие ограждения, которые стоят на обочинах, и вот именно в этот момент они уже спохватываются, так скажем, и пытаются уже вырулить там или минимизировать разрушения, которые они своими действиями допустили. Хотите, я вам скажу, где вы допускаете одну огромную ошибку? Ваша ошибка заключается в том, что вы продолжаете ездить за рулем, не используя видеорегистратор. Те, кто постоянно ездит по дорогам нашей необъятной родины, могут с уверенностью сказать, что каждый день на их глазах происходит множество аварий. Для того, чтобы обезопасить себя от подобных инцидентов, нужно, конечно же, использовать хороший видеорегистратор. Хороший видеорегистратор нужно покупать только у проверенной компании. Одной из таких является ведущая компания по производству видеорегистраторов под названием iBox. Под каждым роликом у меня на канале есть ссылка для перехода в онлайн-магазин компании iBox. Там можно присмотреть себе и купить понравившуюся модель видеорегистратора, либо другое устройство, потому что компания iBox производит не только видеорегистраторы, а также радар-детекторы и другие комбоустройства. Совсем недавно у компании iBox вышла новинка. Это видеорегистратор со встроенным сигнатурным радар-детектором, у которого есть одно очень огромное преимущество. Это встроенная рупорная антенна, которая может детектировать малошумные камеры, которые установлены на приличном расстоянии от вашего автомобиля. Купив данное устройство, вы максимально себя обезопасите не только от возможных нехороших инцидентов на дороге, а также вы сэкономите на штрафах, потому что, используя данное устройство, вы перестанете платить штрафы. О всех камерах вас будет предупреждать данный прибор. Так что обязательно переходи по ссылке, выбирай понравившиеся тебе аксессуары и передвигайся по дорогам на своем автомобиле в максимальной безопасности. Хотелось бы обратиться просто к водителям, к их совести и призвать их не использовать гаджеты для просмотра кино, для каких-либо развлечений, для переписок и прочего. Никто не запрещает разговаривать по гарнитуре на телефоне с каким-то из своих друзей, родственников, товарищей, начальником, логистом и так далее. Но огромная просьба чисто для себя самих. Перестаньте смотреть кино, перестаньте отвлекаться на какие-либо развлечения, которые вы себе придумываете во время движения. Это зачастую касается именно водителей больших грузов. Помимо того, что вы не просто движетесь по дороге, вы движетесь на грузовой машине по дороге и даже в ПДД прописано, что грузовая машина это источник повышенной опасности. Легковая машина тоже, но грузовая в связи со своими масштабами, весом, размерами, она представляет намного больше опасность, чем тот же самый легковой автомобиль. И вот призываю вас просто подумать о том, что может наступить момент, когда вы посмотрите свой ноутбук на экран вашего гаджета, планшета, телефона. Посмотрите там, как кто кого грохнул в каком-нибудь сериальчике. А в этот момент по обочине будет идти какая-нибудь бабушка после сбора грибов где-нибудь в лесу, по обочине, не знаю, где-нибудь в республике Карелия, где ни одной живой души вообще не должно было быть. И наступит момент, когда вы, к сожалению, можете не объехать данную бабушку. Я пример привел образный, в ситуации может случиться великое множество абсолютно разных. Я вам опять же, конечно же, не желаю в такие ситуации попадать. И еще раз прошу вас, убирайте свои гаджеты во время движения куда подальше. Хотел бы также вас спросить, по-честному напишите, поставьте, не знаю, плюс или напишите свои ситуации, когда ваш смартфон, планшет, ноутбук доводил вас до каких-то ситуаций, плохих или на грани плохих таких, скажем, ситуаций, когда, может быть, вам удалось вернуться, там, уйти от ДТП или, может быть, там, отделались вы какими-то минимальными последствиями или не минимальными. Напишите, пожалуйста, ваши истории в комментариях под этим роликом, потому что много аудитории сейчас перейдет и посмотрит комментарии. Я надеюсь, что в комментариях вы также, сказав свою ситуацию, призовете не использовать гаджеты за рулем и не отвлекаться от дороги. Потому что сейчас, помимо того, что 21 век и много гаджетов, сейчас машины становятся более современными. Дороги зачастую не успевают. За развитием автомобиля и автомобили, двигаясь с максимальными скоростями, при недобросовестном использовании гаджетов водителями, могут наделать очень и очень много плохих вещей на дороге. Так что жду от вас ваших комментариев, ваших историй. Вообще, поддерживаете ли вы мою точку зрения и вообще ваше мнение. Вот вы как, считаете ли, что смартфон, ноутбук и планшет являются провокатором многих аварий? И то, что сейчас аварий на 80%, именно аварий из-за невнимательности, происходит именно из-за отвлечения на смартфон, на телефон, на ноутбук и на планшет. Лично я такого мнения прямо на 95%, потому что сейчас много езжу по стране. Не только по Москве, а очень много ездил и в Крым. И даже сейчас поехал в Республику Татарстан. И вот буквально два дня назад, когда я толкался в пробке на Нижегородской объездной, я видел аварию, когда водитель фуры смотрел кино и в один прекрасный момент совершил небольшое ДТП, просто догнал впереди идущую легковушку. Поддерживаете ли вы мою точку зрения? Обязательно поделитесь этим роликом с друзьями и постарайтесь довести до них информацию, что использовать гаджеты за рулем на дороге абсолютно небезопасно. Поставьте лайк этому ролику, пусть он получит максимальное количество показов, для того, чтобы как можно больше людей увидело и приняло к сведениям мою информацию. На этом я с вами прощаюсь. В конце ролика хотел бы вам посоветовать канал моего товарища Дмитрия Павловича. Есть ссылка в описании на его канал. Перейдите, посмотрите ролики его. Он ездит на тралле. У него очень много интересных ситуаций на канале рассказывается. Сейчас он восстанавливает его личный грузовик Рено Премиум. Так что я думаю, что если вы перейдете и посмотрите его ролики, то вы продолжите его смотреть. На этом у меня все. Всем спасибо, кто посмотрел. И всем пока.